С вами День и Прекрасная Земля! Мы День и 21 века! Уже в юбилейный десятый раз подряд детско-юношеский марафон «Прекрасное слово жизнь» объединил творческие и спортивные сообщества Коголыма. В течение двух месяцев в наших библиотеках проводятся разнообразные мероприятия по здоровому образу жизни. А заключительный этап вот этого марафона всегда большая тетрализованная программа, в которой участвуют детские творческие и спортивные коллективы. И решили мы все-таки проводить этот марафон заключительный именно в метро, потому что зал большой, вместительность очень хорошая. Во всех учебных заведениях города прошли предварительные этапы марафона. Уже в зале молодежного центра метро представлены самые лучшие достижения в творчестве и спорте. Я занимаюсь, чтобы получить первое место, просто у меня желание есть такое, и мне это нравится. Для того, чтобы показать, что жизнь удивительна и прекрасна, все способы хорошие и танцы, и цирк, и каратэ. Номер был очень красивый, готовились мы к нему месяц, два месяца. Ну, вроде как все получилось, но были какие-то помарки, главное это улыбка. Когда ты со своей, так сказать, дружной компанией репетируешь у себя в студии, то это намного проще, то есть ты не волнуешься, нежели чем это происходит на сцене. Я хочу достичь черного пояса и поступить, учить детей маленьких. Также ведущие предложили ребятам подвижные игры, загадки и викторины. Кто-то отвечает быстро, кому-то приходится долго совещаться, но так или иначе справились все и получили призы и подарки. За 10 лет специалистами библиотеки в рамках марафона проведено более сотни различных мероприятий. Их посетили порядка 5000 детей и подростков, которые точно знают жизнь прекрасна. Сергей Ефимцев, Николай Сапожников. Специально для новостей.